Уже несколько лет подряд в официальный день физкультурника волейболисты Владивостока устраивают городской пляжный турнир. Соревнования, которые идут весь уикенд, всегда собирают толпы любителей этого жаркого вида спорта. Обычно соревнования были дальневосточными или краевыми, но в этом году игры решили сделать сугубо владивостокскими, что придало встречам особый характер. Много участников, плюс у нас несколько турниров проводится, то есть турнир среди мужчин первой группы, то есть это наиболее выдающиеся, скажем так, спортсмены. Второй группы, где начинающие, средние спортсмены. Есть женская группа, также ветеранские команды, то есть женские и мужские. Турнир проходил по так называемой швейцарской системе до двух поражений. По таким правилам команды по ходу игр делятся на группы победителей и проигравших. Таким образом стать чемпионом можно даже выкарабкавшись с самого дна. Но и таких лузеров тут практически нет. У каждого второго нескромный опыт. Участник всероссийских соревнований, на мировых соревнованиях участвовал, по студентам, по возрасту. А почему так в прошедшем говорили? Ну потому что армия поверяла, потому что форму потерял все. По плане юра на следующий год постарался вернуться, за год поднабрать форму, вернуться, поиграть еще на уровне. Вообще здорово, что он начал возрождаться. Раньше женских команд было очень мало, а в связи с открытием двух школ много очень девочек играет. И мальчиков очень много играет. Стало прям очень интересно. В предыдущей было не так. Новичков в этой дисциплине и вправду стало больше. Но как бы то ни было, почти все участники – классики. То есть это те спортсмены, которые занимаются обычным волейболом и только на лето преобразуются в пляжников. Из-за этого профессионалов именно в этом виде спорта у нас во Владивостоке практически нет. Ну, у нас есть один молодой человек, который у нас является чемпионом России, чемпионом Европы, Игорь Величко. Но его сейчас здесь нет, он где-то в районе Краснодара, там они где-то играют постоянно. Чисто пляжным волейболом нужно заниматься, если заниматься, то округлый год. Но у нас нет где заниматься округлый год. То есть это должно быть корты, либо теплое место. Однако пляжники пока не собираются закрывать сезон. Лето хоть и кончается, но это не помеха для жаркого волейбола. Уже в сентябре спортсмены проведут турниры на призы ректора МГУ и традиционные соревнования «Золотая осень». Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.